И мы увидели вот в этом промежутке, как звучит мальчик. Маленький мальчик кричал метрах в ста от них. Его держал взрослый мужчина. Подростки, говорят, сразу поняли. Малыш стал жертвой педофила. Бежал впереди. Бежал, я вот так запретил, взял. Ну и под ножку не подставил. И он упал. Потом сзади руки свернул. И все. Ну и повели домой. Туралу 17, ученик 11 класса. Михаилу 16. В этом году поступил в училище. Кажется, они и сами еще не поняли, что стали героями. Это уже после задержания предполагаемого преступника. Им рассказали, что мужчина сначала изнасиловал ребенка, а потом пытался его задушить. И что почти сделал это. Малыш едва дышал, когда пришла помощь. Ну вот то самое место. Пойди, деревка здесь должна валяться. Как раз он вот тут убегал, и он валяет. Эта история шокировала весь поселок. По словам местных жителей, главный фигурант дела уже несколько лет не живет здесь, а просто приехал на выходные погостить. Самое ужасное то, что маленький мальчик приходится ему родственникам. Поэтому выманить из дома оказалось его очень легко. По словам местных, вот в этом доме и живут родители задержанного. Пойдем посмотрим, захотят ли они с нами говорить. Ну как видите, никто не открывает. Хотя в это время должны быть дома и мама, и другие родственники. Связанного педофила мальчишки привели именно сюда. Родные сказали, сами разберутся и позвонят в полицию. Но, как оказалось позже, через некоторое время подозреваемый сбежал. Был задержан сотрудниками полиции при попытке скрыться с территории Лосогорского района после совершения деяния. После доставления его в отдел и проведения ряда следственных действий, после возбуждения главного дела, он признал себя в совершенном деянии. И в данный момент ему избран мероприятие в виде заключения по стражу. Празднаю и раскаюсь. А зачем вы это сделали? Это я не буду отвечать больше. Говорит, четко смотрит в глаза. 32-летний Сергей вырос в многодетной семье. У него 10 братьев и сестер. Мать носила звание героини. Сын ее теперь тоже герой, только с приставкой анти. Мы гордимся этими ребятами, потому что они действительно совершили такой нравственный, высоко нравственный поступок, потому что не спрятались, не убежали, а помешали ему довести дело до конца. Им уже сжали руку и директор школы, и учителя, и даже глава администрации. Свои люди они теперь в местном отделении полиции. Туда мальчишки ходили не раз. В Туралу вся эта суматоха скорее на руку. На уроках 11-классник теперь появляется реже. То показания дает, то интервью. А вот Михаил сложнее. Он учится в соседнем районе и уже пропустил несколько дней. Теперь придется объяснять, что было не до учебы. Преступников ловил. Ольга Маркова, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.